Традиционно к социальным предпринимателям относят тех, кто работает с инвалидами, пожилыми людьми, многодетными и малообеспеченными семьями. Подчас этот вид бизнеса ограничен благотворительностью, оттого нуждается в различных видах льгот и господдержке. Однако пока не было профильного закона, говорить об этом не приходилось. Уже на уровне региона был такой круглый стол по социальному предпринимательству. И были вопросы к городу по имущественным отношениям, по тому, как могут быть полезны предприниматели в городе в сфере образования, культуры, спорта. Также участники круглого стола обратились к депутатам Госдумы с просьбой закрепить в законодательстве понятие общества на полезные цели, чтобы была четкая трактовка положений рассматриваемого закона.